приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы как я уже говорил предыдущем видео мы вернулись из средней азии привезли привезли очень много рецептов и сегодняшнее наше видео будет посвящено зигир ош или самаркандский плов вначале будет достаточно длинная предыстория поэтому те кому не интересно проматывайте сразу до рецепта самаркандский плов отличается от узбекских и от всех остальных пловов он имеет одну характерную особенность это плов не перемешанный жители самарканда немножко похож на бухарский плов софи ош но это будет отдельная тема тема для отдельного плова для отдельного видео так вот жители самарканда считают что если плов перемешанный все перемешано мясо морковь рис вот как ферганский плов примеру или ташкентский плов они считают что это какие-то но отбросы что это вчерашний плов который вчера не доели его смешали разогрели поэтому самая важная особенность самаркандского плова приготовить и подать его слоями слой мяса слой моркови вместе с некоторыми ингредиентами сейчас расскажу и слой риса а подается все в обратной последовательности вначале на тарелку выкладывается рис причем он должен быть чистый в нем не должно быть не специи но зиры в нем не должно быть в нем не должно быть моркови потом выкладывается чистый слой моркови и последний уже как бы плов украшается мясом и так как мясо в плове играет вот именно я сказал украшается то есть мясо плове играет не основную функцию то в принципе в самаркандском плове каких других узберских пловов его кладут немного я буду делать мясной плов, потому что мы любим много мяса. Сейчас я расскажу о ингредиентах. Вообще в Узбекистане насчитывается более 70 видов плова. И есть такая интересная информация. Плов занесен, как бы является нематериальным культурным наследием Узбекистана и Таджикистана тоже. Вот такая вот штука. Такое есть у них нематериальное культурное наследие. Что касается самого самаркандского плова. Плов готовят как в огромном, ну как бы вот допустим в самарканде, в Ош-центрах или в плов-центрах. Плов готовят в огромных казанах. И когда у тебя есть огромная поверхность, достаточно просто приготовить плов, не перемешивая слои. Что касается домашнего приготовления, если мы готовим в небольшом казане, вот сегодня я буду готовить в казане на 8 литров, но точно так же можно готовить и в казане на 5 литров, можно готовить и в обычной 5-литровой кастрюле на газовой плите. Ничего не изменится, главное соблюдайте последовательность. То, так как ингредиентов немного, очень сложно сделать так, чтобы они были раздельны. И вот в самаркандском Ош-центре Ош-Маркази, который кстати реально очень вкусный, он есть в нашем видео, мы как бы снимали видео о Самарканде обзорное, и в этом видео сняли и вот этот вот плов-центр Ош-Маркази. Плов отменный вообще. Со мной поделились местные мастера плова одним секретом, как приготовить в маленькой посудине настоящий самаркандский плов, ничего не перемешав. Естественно, этим секретом я с вами поделюсь сегодня. Давайте пройдемся по ингредиентам. Вот тут вот первая курьезная история, первый ингредиент это рис. На нем, правда, написано овсяные пластинки, но это рис. Рис, вот так будет видно, это просто мы его насыпали в такую баночку уже, когда привезли. Рис-лазер. Вообще тут 70% ингредиентов, ну 50% ладно, привезены из Узбекистана. Так вот, с рисом. Такой хороший, качественный рис у нас стоит достаточно дорого. И я решил сэкономить, купить рис в Узбекистане. Ну, действительно, он там дешево стоит, полтора доллара килограмм, при том, что у нас такой же рис стоит, ну, порядка четырех-пяти долларов за килограмм. Думаю, отлично, купил три килограмма риса, как раз, чтобы снять три видео, три разных плова. Немножко проанонсирую, будет еще бухарский плов, Софи-Ош, это откидной плов, и будет ташкентский праздничный или свадебный плов, но это отдельное видео тоже. Вот для трех видео я покупаю рис, гружу его в багаж, думаю, надо багаж взвесить, что это тяжелый. Прошу в гостинице весы, у них напольные весы там нашлись, в общем, я ставлю рюкзак, 20 килограмм. Ну, думаю, нормально, значит, перевеса не будет, и, соответственно, не будет никакой доплаты. Думаю, ну, взвешусь сам, сколько я после похода вешу. Становлюсь на весы, они показывают 76 килограмм. Ну, тут я немножко напрягся, понял, что что-то не то. Естественно, я так за поход похудеть не мог, понял, что весы вру. Ну, думаю, ладно, будет, что будет. В общем, приезжаем мы в аэропорт в Ташкенте, ставлю на весы, на стойке регистрации свой рюкзак, и у меня получается 4 килограмма перевеса. В общем, считают мне 52 евро за эти 4 килограмма доплаты. Хорошо, что Узбекистан восточная страна, и там можно договариваться. Договариваюсь за 30 долларов в результате, правдами и неправдами. В общем, это самый дорогой рис в моей жизни. Килограмм риса обошелся мне по 12 долларов. Я такого дорогого риса еще не покупал. Вот так я решил сэкономить. Но был и один очень приятный нюанс. В ходе съемок нашего видео мы зашли в кузнечную мастерскую известного самаркандского мастера Сайфуло Икрамова. И он мне подарил вот такой вот нож, просто изумительный нож, копанный ручной работой, и даже подписал ему Данилу на память из Бухары. А, не в Самарканде, в Бухаре, извиняюсь. Да, напутал. Эти ж кузнецы, это именно в Бухаре. Но неважно, нож все равно для плова будет использоваться Данилу на память из Бухары от мастера Сайфуло. Спасибо вам большое, уважаемый мастер. Теперь с этим ножом я приготовлю все узбекские пловы и будет круто. Ну, нож действительно, он такой тут с травлением, потрясающий, режет невероятно. Я надеюсь, что я его не испорчу очень быстро. Далее, друзья, по ингредиентам. Горох нут. Вот здесь вот я взял стакан гороха нут. То есть, мне тоже сейчас очень сомнительно, что это стакан, но реально вчера был вот такой вот стаканчик. И вечером его замочил в теплой воде. Он у меня простоял, ну вот, чуть больше 12 часов, и получилось вот такое количество. Значит, на килограмм риса мы берем стакан нута, мы берем полстакана изюма, естественно, изюм без косточек. Мы берем полкило лука, 2 килограмма моркови в чищенном виде, и килограмм 200, килограмм 300 мяса, если вы хотите мясной плов. Если вы хотите классический самаркандский плов, тогда достаточно будет 800 грамм. И еще такая штука. Я использую вырезку телячью. Можно сделать 50 на 50. Половину мяса на косточках какое-нибудь, а половину вырезку. Кто как любит. То есть, я вот так вот больше люблю. Мне нравится именно мякоть. Я люблю, не люблю, короче, мясо на косточках, тем более в поле. Далее. Опционально, тоже по желанию. То есть, это можно использовать, можно не использовать. Три чесночины и три острых перца. Перец не даст остроты, если мы его не проколем в процессе приготовления, мы его не проколем, вы потом поймете почему. Он не даст остроты, но сам по себе пропаренный, приготовленный перец очень вкусный отдельно. Далее. Обязательно зира. Без зиры не один плов. Зира тоже привезена из Узбекистана. За нее я не переплатил. Стоит она там реально очень дешево по сравнению с нашими ценами. А запах потрясающий. Также опционально кинза. В зернах кто любит кинзу, можем добавлять, кто не любит, можем не добавлять. И по поводу масла. Самаркандский плов готовится на двух видах масла. Это хлопковое масло и вот такое черное кунжутное масло. Соотношение 1 к 10. Хлопковое масло в Узбекистане тоже очень дешевое. У нас оно непомерно дорогое. Поэтому в наших условиях, если вы можете себе позволить купить хлопковое масло, лучше, конечно, купить хлопковое. Я использую кукурузное масло. В крайнем случае можно использовать обычное растительное. Ну, а это масло кунжутное, опять же таки, оно продается... Пахнет просто невероятно. Оно продается на всех точках, вот там, где узбеки, таджики продают всякие орешки, рисы. Также у них можно купить вот это кунжутное масло. Оно, во-первых, очень богато бета-каротином, а во-вторых, оно вот неповторимую изюминку придает самаркандскому плову. Надо его нам совсем чуть-чуть, то есть надо его нам 40 грамм, буквально рюмка. Так как этого масла мы будем использовать где-то, ну, 350 грамм, то этого, ну, как я сказал, 1 в 10, значит, 35 грамм. Ну, даже меньше, чем рюмка. Поэтому, если хотите настоящий самаркандский плов, купите вот это вот кунжутное масло, там совсем чуть-чуть купите себе 100-граммовую бутылочку, вам на 3 на 4 плова хватит. По ингредиентам все. И самый главный ингредиент, который нам нужен для приготовления самаркандского плова, это хорошее настроение. Мясо режем на такие достаточно большие куски. Вот в отличие, вот такие вот грамм, по 60, по 70. В отличие от, допустим, ферганского плова, в самаркандском плове мясо готовится большими кусками. Ну, вот на такие куски я режу. Потом уже при подаче оно будет резаться. Дальше лук. Одну маленькую луковицу оставим, самую там некрасивую, оставим для прокалки. Остальные луковицы нарезаем тонкими полукольцами. Миллиметра по 3, по 4. Даже нет, миллиметра по 2, по 3 толщины. Да, с таким ножом я быстрее научусь резать. Потому что с теми ножами... Ну, или поотрезаю себе руки. Одно из двух. С теми ножами, которые были у меня до сих пор, резать научиться нереально. Это, конечно, не нож, а просто чудо. Будете в Бухаре, обязательно зайдите к мастеру Сайфуло на центральной улице. Его мастерская такая очень новая, в отдельно стоящем здании. Если кого-то заинтересует, я даже смогу скинуть контакты. Пишите в комментариях. У меня есть визитка. Я оставлю контакты. Сейчас порежем весь лук и вернемся к вам. Далее порежем морковь. Для узбекских пловов, конечно, лучше всего использовать желтую морковь. Но она у нас не растет. Мы с Ларисой даже привозили из Средней Азии семена желтой моркови. Пробовали ее выращивать. Но не вызревает она нормально. Она более сладкая. Поэтому за отсутствием желтой моркови режем обычную красную. Достаточно толсто нарезаем. Вот такими вот брусочками. Где-то 5 миллиметров, не тоньше. То есть здесь морковь в самаркандском плове играет такую очень важную роль. Моркови много. Если вы готовили или смотрели мое видео о ферганском плове, в ферганском плове на килограмм риса идет килограмм моркови и килограмм лука. В самаркандском же плове немножко наоборот. Ну, немножко по-другому, вернее. Не наоборот. На килограмм риса полкило лука и 2 килограмма моркови. И режется она немного покрупнее. Итак, друзья, нарежем всю морковь вот таким вот образом, такой соломкой. Кстати, очень прикольно. В Средней Азии морковь продается на базарах уже готовая для плова. Вот так вот нарезанная. Кстати, и нут продается уже замоченный, готовый. После того, как все ингредиенты приготовлены, перед началом приготовления плова следует подготовить рис. В первую очередь, рис надо хорошо промыть от рисовой пудры. Потому что рисовая пудра при приготовлении плова образует клейстер, так как это крахмал чистый. И плов у нас склеится. А нам нужно получить плов, как говорят узбеки, рисинка к рисинке. Вот видите, какая водичка получается. Тщательно, где-то 5-6 раз промываем рис до того, как вода у нас будет полностью прозрачная. Вот я промыл рис 6 раз, водичка прозрачненькая уже, и этого достаточно. Не оставляйте рис сухой, то есть не сливайте полностью воду, пусть он будет покрыт немножко водичкой, потому что если его оставить сухой, то он растрескается. Теперь залью сюда пол-литра кипятка, чтобы вода была температурой где-то 50-60 градусов, и оставлю набухать, пока буду готовить плов. Итак, все подготовительные работы закончены. Наливаем в казан. Если готовим из такого количества, как я готовлю, где-то 350 миллилитров масла растительного. Если готовите из полкилограмма риса, то, соответственно, и количество масла уменьшаете пропорционально. И где-то порядка 30-40 грамм кунжутного масла. Вот так вот. Теперь масло надо прокалить. То есть я зажег огонь под казаном, у меня дровяная печка, и буду прокаливать его так, чтобы масло начало источать сизый дымок. Масло раскалилось и источает синий дым. Как видите, вот с поверхности подымается такой сизый дымок. Опускаем сюда луковицу и обжариваем ее до черноты. Вот так вот мы практически сожгли луковицу. Она нам больше не понадобится. Отставляем ее в сторону и отправляем в казан мясо. Обжариваем буквально 4-5 минут, так, чтобы мясо покрылось равномерной золотистой корочкой. Примерно в середине процесса обжарки мясо нужно присолить. На килограмм риса и килограмм мяса у меня уйдет всего 2 столовых ложки соли. На мясо я сейчас использую чуть меньше половины. Вот так вот. И также поперчим мясо. Перчить кто сколько любит. Я люблю перченое мясо, поэтому перчу хорошо. Продолжаем обжаривать еще 2 минуты. Как только достигли равномерной такой красивой золотистой поджарки, отправляем сюда лук и примерно одну десятую часть. Ну вот так вот я возьму жменьку всей моркови. Больше не надо. Все это перемешиваем и обжариваем на сильном огне еще минут 5, чтобы лук стал таким прозрачным, практически невидимым. Лук хорошенько обжарился и стал практически вот таким вот ну бесцветным, как сказать, невидимым правильно. Прозрачным, вот прозрачным. Значит, процесс обжарки закончен и переходим к следующему этапу. Вливаем сюда кипятка, так, чтобы он покрыл мясо. Уменьшаем огонь до минимума и тушим где-то в течение 20 минут. Через 20 минут вся водичка выпарилась, а мясо у нас практически готово. Еще раз тщательно перемешаем все. Выравниваем слой мяса, чтобы ничего не торчало. Вот так вот как-то. И отправляем сюда всю морковку. Ну, а морковку опять же таки выкладываем слоями. Первый слой морковки. Если мы готовим с перцем и чесноком, помещаем перец и чеснок. Отправляем сюда слой гороха нуд. Мне кажется, что его много. Ну, ладно. И шмыш. И теперь, друзья, самая главная специя. Вот такую вот жменью беру зиры и перетираю ее в ладонях. Наверное, еще чуть-чуть. Зиры в плове много не бывает. И немножко кинзы. Оставшуюся часть моркови накрываем все это дело. Вот так вот. И доливаем кипяток. Так, чтобы нижний слой моркови у нас был покрыт, ну, был, купался в водичке. Но при этом верхняя морковь у нас будет готовиться на пару. Накрываем все это мысочкой, чтобы создать такую паровую баню. И тушим на медленном огне в течение, наверное, 10 минут. Да, 10 минут. Через 10 минут снимаем мысочку. И теперь секрет, которым со мной поделился, поделился, вернее, мастер плова из центра самаркандского Ош-Маркази. Берем чистую марлечку. Я ее предварительно простернул. И вот так вот ее подтыкаем под слой моркови. Таким образом мы получим именно тот результат, который нам нужен. Рис отдельно, как была советская поговорка, котлеты отдельно, мухи отдельно. А у нас будет рис отдельно, озервак, а именно зервак называется вот эта вот штука, которую мы сейчас сварили отдельно. Создали такую конструкцию. Теперь тщательно уплотняем и разравниваем морковь. Все готово к тому, чтобы отправить сюда рис. выкладываем рис поверх нашей марлечки. чуть-чуть водички осталось сырьем и весь рис сюда. Доливаем кипяток так, чтобы нижний слой риса купался в кипятке, но при этом он не был покрыт. Нам не надо, чтобы весь рис был покрыт. теперь ждем, пока закипит. После того, как вода закипела, варим рис в течение 20 минут и несколько раз перемешиваем слои риса. Вот таким вот образом. Рис постепенно будет впитывать в себя воду и нам важно, чтобы он весь проварился. То есть варим вот так вот в течение 20 минут. Каждые 5 минут перемешиваем слои риса, чтобы с водой постоянно соприкасался другой слой. Чуть не забыл одну важную вещь. Рис надо посолить. Я привык к тому, что мы когда варим солим зирвак, а здесь же мы солили только мясо половиной соли. Поэтому в самом начале варки вторую половину соли отправляем в рис и перемешиваем его. Заодно и повод перемешать. Видите, в таком маленьком казане если бы мы готовили слоями, нам бы очень тяжело было перемешать маленькое количество риса, не повредив слой моркови. А когда мы используем марлю, все достаточно просто. И продолжаем готовить в таком же духе. Собирается дождь. Очень зря он это делает. Надеюсь, даст мне спокойно доготовить плов. У дождя были совершенно другие планы. Его не интересовало, что мне надо готовить плов. Ну и ладно. Через 20 минут собираем рис вот в такую вот кучку. аккуратненько, чтобы не вытащить марлю из-под зирвака. морковь. Наша задача весь рис отсюда из-под марлечки убрать. чтобы рис сугубо лежал на морковке. Вот мастера, настоящие мастера плова делают это в из-марли. И у них вообще не нарушается слой моркови. Люди фантастические. просто они же там и чемпионаты выигрывают, у них фестивали плова. может дождь наконец-то прекратится. Формируем вот такую вот кучку. Прокалываем в ней отверстие, чтобы выходил пар. И накрываем все крышкой. На самом медленном огне оставляем его томиться на самом медленном практически без нагрева. Оставляем томиться еще на 15-20 минут. Вот на этот момент, когда я накрыл рис, он должен быть немножко аль денте, то есть чуть-чуть недоготовленный. Вот в таком виде он доготовится уже полностью. Через 20 минут надо совершить самую сложную процедуру. Рис можно попробовать, но он уже точно готов. Отлично. надо поднять марлечку так, чтобы не перемешался рис с морковкой. Я смотрел, как это делает мастер. Сейчас попробую это горячее воспроизвести. он конечно это делает каждый день, поэтому у него получается очень простецки. Я сейчас буду смешить вас этим действием, но я думаю вы меня простите. Мастер, у которого я учился, вообще чуть ли нельзя сказать, что одним движением это сделал, но настолько легко и непринужденно у него получилось, ничего вот такого горячего не происходило. Такого безобразия, как у меня. Хочешь вкусный плов, придется немножко помучаться. сейчас все будет как надо, я вам гарантирую это. Жареная марля нам не нужна, с плиты ее убираем сразу же. вот. Дело в том, что если самаркандцам подают плов перемешанный, если в рис попадет даже чуть-чуть моркови, они считают это фу, реальное фу. Вот таким вот образом. теперь накроем это дело крышкой и снимаем с огня, даем плову отстояться минут 10-15, чтобы он немножко пропитался, так сказать, набрался вкуса. И после этого будем дегустировать. Итак, все готово к подаче. Подавать плов тоже надо особым образом. В первую очередь надо достать мяско. Мяско, выходи, как я уже говорил, в этом виде плова, ну вообще во всех пловах, мясо это больше украшение, чем основной ингредиент. Так, достанем перчик, опа, чик, и чесночок. Чесночок, выходи, вот, как-то так. Мясо нарежем на удобные кусочки. Мясо протушилось, оно просто разваливается, смотрите, его даже резать не приходится. Оно просто, ну, настолько, вот, я его просто ломаю, видите, вот такое вот оно должно получиться. Теперь этот плов подается порционно. Рисик. выкладываем на тарелку нужную порцию риса. Ну, кто сколько съест. Вот, я съем примерно столько сегодня. Они вообще его не разравнивают так, а просто вот так вот швыряют прям с ложки. Рисик можно завернуть. теперь выкладываем морковку с нутом. Ну, нута многовато. Нута многовато, как я и предполагал, то есть стакана, вот как мне сказал мастер, что стакан нужно нута на килограмм риса. Ничего-то, ничего-то мне кажется, что много. Ну, будет нутный плов. теперь сверху украшаем все это мяском. Я так морковки навалил, что у меня и риса не видно. Вот так вот. Видно, что там рис, что там есть плов. Видно. Видите, морковка, главное, чего мы добились, во-первых, морковка здесь будет сладкая, она не будет соленая, потому что мы солили отдельно зирвак и отдельно рис, а морковку, вот когда она варилась, мы ее не солили. И второй важный эффект, то, что морковочка, она не превратилась в сопли, скажем так, то есть она не разварилась, она такого, ну вот именно классной консистенции, она полностью готова, то есть она мягенькая, не хрустит на зубах, то есть она совершенно мягкая, вот она консистенции, ну не знаю, попробуйте, вот смотрите, раздавить могу, видите, она такая, как пюрешка, но при этом она совершенно целая, то есть целенькими кусочками, она не разварилась, не превратилась в эту пюрешку, как бы, как сказать, ну в общем, она не разварилась, не превратилась в кашу, то есть все отдельно, рис, рисинка, к рисинке, он распадается, морковочка, мягенькая, готовая, но при этом целенькая, давайте пробовать, друзья, будем, забыл один важный момент, в Самарканде плов подают с перепелиными яйцами, почему с перепелиными, не знаю, но если вы будете пробовать плов в Самарканде, то вам его подадут вот так, ну конечно, чеснок навряд ли подадут, вот будет перчик и вот такой вот, вот такой вот будет натюрморт, натюрморт прекрасный, теперь можно пробовать, в первую очередь, друзья, я знаю, что среди зрителей есть наблюдательные люди, которые скажут, ага, чувак в другой одежде, значит, это не тот плов, который он готовил, он что-то подмутил, я банально промок под дождем, поэтому мне пришлось сменить одежду, так, чтобы не было никаких разговоров, плов тот, и я его как закрыл, так и открыл, теперь давайте попробуем, ну, в первую очередь, рис, смотрите, смотрите, самое важное, что рис не слипается, он рассыпчатый, то есть он не комком, он, вот каждая рисинка отдельно, это очень важно в плове, если рис слипся, узбеки называют это таким обидным словом шабля, вот, они говорят, что это не плов, это шабля, по-моему, великолепно, рис именно, ну, идеально, он готов, он не разварился, но в то же время, он приготовился, когда вместе с рисом вам попадает горошек или изюмчик, это придает особого кайфа, особой сладости, ну, по поводу морковки, я уже сказал, что она именно такая, как должна быть в самаркандском плове, то есть она мягкая, она полностью готова, но при этом она не превратилась в пюре, не превратилась в кашу, то есть она целенькая, и она сладкая, мяско, ну, по поводу мяска я тоже показал, что его даже резать не надо, его можно просто давить, идеально, просто идеально, и если кто-то заметил, я вначале не сказал, не проакцентировал внимание, в самарканде плов готовят именно из говядины, не из баранины, именно из говядины, иногда добавляет немножко курдичного жира, друзья, я вам скажу честно, я готовил самаркандский плов, сегодня первый раз в жизни, но результат, просто объедение, почему в Узбекистане подают плов с перепелиными яйцами, я не знаю, если кто-то знает, напишите, пожалуйста, яйцо, не то, что продегустирую, я просто съем, не могу сказать, что яйца добавляет, вот перепелиные яйца, добавляет какого-то акцента особого, или чего-то еще, ну, вот такая, не знаю, такая традиция, я думаю, узбеки напишут в комментариях, почему именно так, горошек, нут полностью приготовился, то есть он не развалился тоже, но при этом он не твердый, не хрустит, ну, в общем, плов получился отличный, поэтому с удовольствием вам представляю этот рецепт, дорогие друзья, и действительно, этот плов очень сильно отличается, допустим, от ташкентского плова, от ферганского плова, он совершенно другой, если вы любите пловы, попробуйте приготовить такой, если у вас есть вопросы, задавайте их в комментариях, на все комментарии, естественно, я обязательно отвечу, или я, или Лариса, ну, кто-то, кто-то вам ответит, и на ближайший праздник, пожалуйста, сварите самаркандский плов, сварите по нашему рецепту, вам очень понравится, вы удивите гостей, и действительно, будет очень вкусно, плов необычный, плов очень классный, друзья, наверное, на этом все, надеюсь, что видео было для вас полезным, а если было полезным, то пальцы вверх, но самая большая просьба, поделитесь этим видео, поделитесь со своими друзьями, поделитесь в социальных сетях, просто поделитесь со знакомыми, может кто-то еще приготовит плов по нашему рецепту, а для меня это большая радость, когда люди используют наши рецепты, ну, и подписывайтесь на наш канал, пальцы вверх, как мы уже говорили, а мы с Ларисой будем продолжать, у нас много рецептов из Средней Азии, целый, целый вот такой чемодан рецептов привезли, вместе с самым дорогим рисом в моей жизни, будет еще два плова, будет, как я говорил, ташкентский праздничный, или свадебный, и будет бухарский, ош-софи, или софи-ош, очень интересный плов, в общем, мы пошли дальше готовить, всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok